Для очередного проекта мне понадобилось рассчитать ведущее колесо гусеничного движителя. Долго искал информацию, наконец-таки нашел, вот и решил поделиться с вами. Итак, для тех, кто не смотрел серию видео про танки, где я рассказывал про основные термины танкостроения, советую посмотреть или почитать в этой же книге. Книга называется «Расчёты конструирования гусеничных машин». Книга будет в описании. Расчёт находится на странице 508. Итак, расчёт ведущего колеса. Расчёт производится в следующем порядке. Задавшись величиной шага ТВК, то есть шагу ведущего колеса, который равен ТС, то есть шагу гусеницы. Он выбирается минимальным на основе конструктивной проработки траков. Я так понимаю, что тут имеется в виду, что гусеницу для быстроходных гусеничных машин надо делать как можно меньшим шагом, то есть много маленьких коротеньких траков. Иначе ведущее колесо будет получаться очень большим, исходя из ниже идущих формул. На всякий случай напомню, шаг гусениц это расстояние между шарнирами траков. Первые две формулы пропускаю, так как у меня нету двигателя внутреннего сгорания с коробкой передач, а также число зубьев ведущего колеса сильно ограничивает третья формула, с которой начнем. По третьей формуле находится центральный угол зацепления бета. Бета равен 360 градусов, деленное на ZK. ZK это у нас число зубьев ведущего колеса. А ниже приписка. Угол бета для быстроходных машин колеблется в пределах от 25 до 28 градусов. Хорошо, открываем калькулятор, сразу разворачиваем его в нормальном инженерном виде, а не в виде офис секретарша и начинаем считать. 360 градусов делим, допустим, на 15 зубов, получаем угол зацепления 24 градуса, что меньше рекомендуемого диапазона. Если считать дальше, то в данный диапазон бета попадает всего два колеса с 13 и 14 зубами, так что, как я и говорил, выбор невелик. Дальше надо определить диаметр начальной окружности колеса, D нулевое. Считаем по этой формуле. 180 градусов делим на количество зубов, допустим, я возьму 13, получаем 1384. Теперь нам надо найти синус этого числа. Для этого просто нажимаем кнопку синус на калькуляторе. Так как сам был двоечником в школе по математике, поэтому объясняю для таких же двоечников, как и я. Наверное, поэтому меня и смотрят. Теперь делим шаг ведущего колеса, который равен шагу гусеницы на получившееся число. Допустим, в моем случае шаг гусеницы равен 8 миллиметрам. Значит, 8 делим на 0,239 округлил, получаем 33,47. Итого, мы нашли диаметр начальной окружности нашего ведущего колеса, который равен 33,5 миллиметра. Давайте попробуем его нарисовать. Сначала создаю деталь, потом создаю эскиз в плоскости YZ и в точке начала координат строю окружность диаметром 33,47 миллиметра. Это и будет наше D нулевое, то есть начальная окружность ведущего колеса. Я работаю в программе Autodesk Inventor. В ней буду показывать, как построить ведущее колесо. Ссылка на мои уроки по этой программе будет в описании, а также в подсказках. Далее строится профиль зуба. Рассмотрим построение его при нормальном зацеплении. При этом необходимо учитывать основное требование. Обеспечение динамического равновесного состояния цевки в контакте с зубом в любой точке его профиля. Понятия не имею, о чем это они, но при выполнении этого требования и при условии, что TS равен TWK, то есть шаг ведущего колеса равен шагу гусеницы, будут обеспечены свободный вход и выход цевки из зацепления. Безударность передачи усилия на зуб, распределение нагрузки между всеми зубьями, минимум скольжения цевки по зубу под нагрузкой. Хорошо, давайте начинать строить. У нас для этого даже рисунок есть. На начальной окружности на расстоянии TS друг от друга, то есть на расстоянии шага гусеницы, наносят центры цевок и вычерчиваются окружности радиусом R. Давайте я нарисую то же самое. Для этого беру отрезок, длина которого будет равна шагу гусеницы, то есть в моем случае 8 мм. Располагаю его горизонтально и делаю касательным к окружности. Выравниваю отрезок по центру окружности. Теперь точки пересечения отрезка с окружностью и будут центрами наших цевок. Как и на рисунке, строю две окружности в этих точках. Эти окружности должны быть от 1,1 до 1,2 радиуса цевок, то есть чуть больше, чем радиус цевок. В применяемых конструкциях гусениц радиус цевок RC равен 0,13 0,17 TS, то есть шага гусеницы. Получается 0,17 умножаем на шаг гусеницы, в моем случае это 8 мм, получаем 1,36. Это у нас получился радиус цевок гусеницы. А радиус отверстий в ведущем колесе под эти гусеницы должен быть немного больше. Умножаем радиус цевки на 1,2, получаем 1,632. Это будет радиус отверстий в ведущем колесе под цевки. В моем случае программа просит вводить диаметры, поэтому 1,632 умножаю на 2. Центры цевок O1 и O2 соединяются с центрами колеса O. Затем от линии O1, O2 откладывается угол давления, по-моему эта буква читается как СИТТА, определяемый по векторной сумме сил, действующих на цевку. Обычно угол СИТТА находится в диапазоне от 40 до 60 градусов. Я возьму 40 градусов. При определении угла СИТТА коэффициент трения в зацеплениях при наличии абразива принимается равным МИ приближенно равно 0,35, 0,4. Угол трения при этом составляет 0,19, 0,22 рада. Опять же понятия не имею, как этот коэффициент трения использовать в расчете, поэтому просто пропустим. После этого проводится отрезок O1, AB до пересечения с линией O, O2. Через точку B проводится вспомогательная окружность, D вспомогательная, необходимая для вычерчивания профиля остальных зубьев. При постоянном шаге гусеницы с RMSH резинометаллическим шарниром профиль зуба будет прямой линией AE, перпендикулярной к прямой AB. В случае постепенного увеличения шага гусеницы по мере износа шарнира, профиль зуба при многошаговом нормальном зацеплении будет криволинейным. Кривая AE. Строю прямую AE под углом 90 градусов к прямой AB. Высота зуба и диаметр окружности выступов будет определяться допустимым величением шага гусеницы. То есть я понятия не имею, как будет изнашиваться гусеница, какой у него будет шаг. То есть высота зуба мне неизвестна. Но можно сказать и красиво. Точная высота зуба подбирается эмпирическим путем. Аналогичным образом строю вторую половину зуба, дальше круговой массив элементов и получаю 13 наших зубов. Дальше долго и нудно замыкаю контур эскиза, потом выдавливание и получаю наше зубчатое колесо. При таком способе построения как в книжке в инвентаре не очень удобно строить зубчатое колесо, но зато понятна суть. Давайте вам покажу свой упрощенный способ, как можно построить зубчатое колесо в инвентар. Он не настолько правильный как предыдущий, но зато быстро строится и просто редактируется. Итак, допустим мне понадобилось колесо определенного диаметра, при котором количество зубов получилось 20. А значит угол бета получился 18 градусов и немного не попадает в диапазон, ну и ладно. Дальше считаю диаметр начальной окружности. 108 делим на 20, получаем 9. Синус 9 градусов равен 0,15,64. Теперь делим шаг гусеницы, в моем случае это 8, на получившееся число. И получаем диаметр начальной окружности колеса 51,15. Далее строю в инвентаре колесо с таким же диаметром. Создать эскиз, окружность, ввожу диаметр, принять эскиз, выдавливание. На плоскости получившегося колеса создаю еще один эскиз. Строю две окружности, первая равна диаметру колеса. Центр второй находится над центром координат в точке пересечения с первой окружностью. Диаметр этой окружности будет равен диаметру целок. Диаметр целок можно посчитать по формулу, как в первом примере, а можно ввести и свой, так как расчет приблизительный. Далее круговой массив элементов, выделяю окружность целок, задаю ось вращения и ввожу количество зубьев 20. Создается круговой массив из 20 окружностей, нажимаю принять эскиз. Далее булевские операции выдавливания, выделяю все 20 элементов массива и нажимаю вычитание. Получаем зубчатое колесо, но профиль зуба неверный. И чтобы не высчитывать угол давления ситта, воспользуюсь функцией сопряжения. Выделяю все ребра и задаю радиус сопряжения. Напомню, это приблизительный упрощенный вариант быстрого построения зубчатого колеса в инвентаре. Верным здесь является только шаг зубчатого колеса, который равен шагу гусеницы. Остальное здесь подбирается эмпирическим путем, то есть сделано на глазок. Но даже так можно получить достаточный результат для многих самоделок. Вот например одна из них, для которой делался этот расчет. Если вам достаточно такого результата, пользуйтесь.